привет дорогие зрители наконец-то я дождался свою лодку заказывал ее я месяц назад и наконец-то вышла она с производства это навигатор винт взял я ее на смену своей уже старушки км калибре 300 dl вот это 360 лодка 48 баллоном и сейчас будет первый взгляд и первые мои впечатления от данной лодки первые мои впечатления пока что самые положительные лодка в ходу просто отлично легко управляется послушная это лодка кстати с надувным дном дном низкого давления стоять не абсолютно хорошо то есть я не почувствовал разницы между паёльной лодкой то есть лодка с деревянным дном и лодкой с надувным дном чуть-чуть больше ну чуть-чуть у нее есть сильнее раскачка но это абсолютно то есть я через буквально там пять минут привык и это для меня абсолютно не была проблема зато лодка легче зато лодка идет быстрее под 10 сильным мотором с одним мной вес у меня 71 килограмм кокпит у меня конечно был пустой бак топлива и мотор я и шел максимальная скорость была даже до 38 километров в час средняя курсовая скорость была 36 37 километров в час то есть это очень отличные показатели по сравнению с лодкой калибре я пока с ней сравниваю потому что это прошлая моя лодка да то есть я не хочу ничего сказать что она там совсем уж плохая то есть лодка за свои деньги имеет право на жизнь но по сравнению с ней с этим же мотором максимум у меня было 33 километра в час то есть тут уже на 4 километра в час быстрее выход на глиссер мгновенный вдвоем я с женой сегодня катался в ней 47 килограмм у нас была скорость когда мы садились вдвоем на заднюю лавочку это вполне реально потому что лавочка очень большая у нас скорость курсовая было 34 35 километров в час один раз же даже там чуть-чуть по ветру получилось аж 36 что я я просто как бы в шоке с таких показателей вначале я ее даже потестил на mercury 15 сильным с мультирумпелем значит скорость в одного человека было 46 километров в час вдвоем у нас была стабильная курсовая скорость 41 километров в час то есть сами понимаете что показатели просто как бы отличнейшие для такого размера лодки итак давайте взглянем на нее поближе я сейчас в двух словах расскажу про нее значит это спецзаказ то есть я делал ее по своему желанию спасибо производителю что он все мои пожелания учел вот и сделал все что я хотел там вплоть до сантиметров мы двигали всю фурнитуру в общем я сделал для себя под рыбалку под отдых так как я посчитал нужным вот у нас так выглядит лодка значит спереди я установил якорный ролик для якоря здесь все заармировали мне привальником здесь колечко для фиксации якоря и здесь находится ручка через которую я буду пропускать якорь я уже вам уже в прошлом видео показывал на калибре кому интересно посмотрите ссылочку могу оставить значит вот тут ручка для переноски ну не переноски там транспортировки там и так далее и вот на носу я установил площадку 140 на 140 с креплением под экшн камеру для того что было удобно снимать видео ну либо же сюда можно поставить ходовой огонь если вечером возвращаешься то есть ну фару какую-то там и так далее также сюда можно поставить держатель удилища вот в средней части лодки установлены тоже два крепления борика с одной стороны у нас якорный кнефт уже про системку я рассказывал а с этой стороны у нас крепеж просто там скажем там для чего угодно держатель удилища ну как минимум чтобы было синхронно для внешнего вида либо какую-то торгу потом можно будет поставить дальше вот это вот самое интересное значит здесь я решил установить торгу тоже на бориков ские крепления вот крепление под эхолот вот крепление под удилища то есть очень удобно удилища смещенные ближе к задней части лодки то есть здесь лодка сама самая стабильная тут меньше всего они будут прыгать эти удилища пока я буду например где-то там с места на место перемещаться вот так же это все дело отстегивается как угодно ставится сюда можно любую фурнитуру поставить и что немаловажно второй человек который со мной может сидеть на это на лавке а лавки тут как видите очень большие ну вот может держаться за эту ручку рукой так смотрим дальше что у нас здесь значит здесь у нас установленные колеса значит это колеса если я не ошибаюсь по моему технопару делает но опять таки я у производителя этой лодки их заказывал он мне сразу полностью все установил за армировали мне сзади баллон за армировали сзади баллон на всякий случай чтобы я его не пробил и вот установлен нового типа интерцептор видите он короткий вот помогает лодке стабильно идти быстро выходить на глиссер лодка не дельфинирует просто отлично но вы сами все увидите так смотрим дальше что у нас дальше ну понятно мягкие накладки это такое то есть это ну накладки той накладки сумка я заказал вот эта ручка капитана за нее удобно держаться когда лодка на ходу вот и спереди также я установил по две ручки ну во первых и для внешнего вида и для безопасности пассажиров которые сидят со мной спереди вот я залез в лодку что немаловажно видите принято что в лодках нд нд сильно высоко дно расположено по отношению к лавочке в данной лодке вы видите я сижу коленями уши не затыкают все удобно то есть ну к этому вопроса вообще нет также что хотелось еще сказать а вот я сделал еще электросик поставил коротенький вернее это не электрос правильно называется аллеер поставил короткий на всякий случай за него можно держаться кукан цеплять за эту веревку весла здесь стоят тоже борика тут вообще полностью вся фурнитура борика она очень качественная и клапана смотрите какие и наконец-то здесь они полуповоротные не такие как были в калибре который мне жестко бесили то есть вот одним движением ты выкрутил клапан нажал спустил нажала но отстрельнула и одним движением ты закрутил не надо не пока попадать теперь мне ни в какую резьбу транец от верха до самого низа производитель изначально делает уже 41 сантиметр то есть я сегодня в кинул просто мотор не настраивал не три мне высоту ничего не игрался поставил и поехал то есть без каких-либо проблем что я еще доработал это сделал вот здесь вот две таких петельки я думаю видно да вот так вот вам покажу раз и два то есть для чего я это сделал суда я на карабин веревочную лестницу поставлю когда я буду купаться здесь баллоны большие достаточно и тяжело будет лодку залезть а так через веревочную лестницу я спокойно буду попадать в лодочку без всяких усилий и заказал сразу же у производителя коврик то есть вы видите на лодке пол из антислипа видите покрыты антислипом это антискользящим но что вся вот эта грязь вот которую вы сейчас например видите в лодке не попадала внутрь кокпита ложим такой коврик он идеального заточен под эту лодку правда на производстве хочу сказать что мне его подгоняли чуть-чуть он не лег почему-то не знаю почему но ребята подогнали прям на производство за что им отдельное спасибо вот и этот коврик лег отлично во внутрь лодки так что еще ребят хотелось сказать по поводу швов швов значит на этой лодке они горячей сваркой сделаны что очень надежно и производитель дает на эти швы если не ошибаюсь там 5 то ли 10 лет гарантии и дополнительно я для того чтобы ну скажем так эстетично это все было потому что когда шов сваривает сваривается получается такие легкие как бы такие жировые как бы наплывы на пвх мне это не сильно понравилось сразу и по производитель откликнулся и заармировал еще дополнительно это антислипом то есть получился такой как бы им элемент декора элемент дизайна мне очень нравится за что ему отдельное спасибо что все пожелания мои были учтены на трансовых колесах сейчас я вам продемонстрирую смотрите то есть я беру свободно без усилий висит десятка мотор вот надо мне спустить поднять видите то есть есть какое-то усилие но скажем так вот то есть все отлично это спускается без всяких проблем по отдельным скажем так элементам с лодкой в комплекте по комплектации идет насос идет сумка под банки и подвесла и сумка под лодку ну честно сумка под лодку может же быть хоть одна ложка дегтя сумка под лодку ну мягко сказать плохая поэтому я ее не забрал закажу правильную сумку что внутри в ней были стяжки которые стягивают эту лодку притягивать к сумке по сумке она не болталась и чтоб сумка была по размеру потому что то сумка что и шла в комплекте она но мне показалось два раза больше нежели сама лодка и много места сильно это все занимает вообще она мне не понравилось и я ее не взял и так ребят вот такая вот замечательная лодка я ей пока что очень довольны первые впечатления очень положительные я на ней сезон отхожу как минимум весной у меня уже сложится какое-то мнение и обязательно я с вами им поделюсь если у вас будут вопросы пишите в комментариях я с радостью на них отвечу а сейчас пока если вам видео понравилось ставим палец вверх увидимся